Солнце, жизнь и хлорофилл. Так назвал Клементий Аркадьевич Тимирязев свою книгу об удивительных процессах, происходящих в зеленом листе. Растения питаются, растут. Откуда же они получают необходимые для этого вещества? Издавна люди думали, что растения получают питательные вещества только из почвы. Более 300 лет назад голландский ученый Ван Гельманд решил проверить, так ли это. Он взвесил молодое деревцо и посадил его в почву, которая тоже была взвешена. Растения он поливал только дождевой водой. Прошло 5 лет. Дерево выросло. Ван Гельманд снова взвесил и дерево, и почву. Прирост дерева составил 63 килограмма. 63 килограмма. А почва потеряла только 56 граммов. Значит, решил Ван Гельманд, растения питаются в основном не веществами почвы, а водой. Столетием позже Михаил Васильевич Ломоносов, не раз видевший деревья, растущие на бесплодном песке, высказал другую мысль. Растения поглощают питательные вещества из воздуха. Теперь-то мы знаем, оба ученых были правы. Растения питаются водой с растворенными в ней минеральными солями почвы и углекислым газом из воздуха. Что же происходит при этом в зеленом листе? Видите, весь лист пронизан жилками. По ним вода притекает к клеткам. Микроскоп позволяет увидеть устица. Через них вместе с воздухом в лист проникает углекислый газ. Внутри листа в токах цитоплазмы движутся хлоропласты. Зеленую окраску придает им удивительное вещество хлорофилл. Чем же замечательно это вещество? Давайте извлечем его из листьев. Для этого нарезанные листья разотрем ступки, подливая спирт. Теперь профильтруем. Осталась одна несложная операция. Добавить раствор бензин и взболтать. Зеленый хлорофилл всплывает вместе с бензином. А внизу остаются желтые пигменты листа. Хлорофилл зеленый. Но если его осветить сбоку, становится видно красное свечение. Хлорофилл обладает способностью улавливать энергию света. Но здесь в растворе он отдает ее в виде красного свечения. А в живых листьях свечения не видно. Значит в хлоропластах энергия света на что-то используется. На что же? Приготовим препарат из листа растения, долго стоявшего на свету. Окрасим ткань листа раствором иода. Посмотрите, внутри хлоропластов видны темные пятнышки. Это окрасились зерна крахмала. Другое растение выдерживали в темноте. Здесь крахмальных зернышек нет. Теперь понятно. Энергия света, поглощенная хлорофиллом, идет на образование крахмала из углекислого газа и воды. А теперь посмотрите. Освещенное растение выделяет пузырьки. Что это за газ? Давайте проверим это с помощью простого школьного опыта. Лучинка вспыхнула. Это кислород. Важно запомнить, что выделение кислорода всегда наблюдается при образовании органических веществ в листьях. А теперь проверим, действительно ли при этих процессах растения поглощают углекислый газ. Удалим из воды воздух. Для этого прокипятим ее. И остудим. Будет ли в такой воде растение выделять кислород? Нет. Пузырьков не видно. Кислород не выделяется. Поэтому нет его и в пробирке. Но стоит насытить воду углекислым газом, как растение начинает выделять кислород. Сделаем вывод. Зеленые растения поглощают углекислый газ и воду, из которых под действием света образуется крахмал. При этом выделяется кислород. Вдумайтесь в слова Тимирязева. Солнце, жизнь и хлорофилл. Под действием энергии солнечного света растения создают органические вещества. При этом поглощается углекислый газ и выделяется кислород. Все живое на земле дышит и питается благодаря удивительной способности зеленого листа использовать энергию солнечного света. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...